Я знаю, что вы были озлоблены, как и многие официальные лица России, той позицией, которую заняла западная пресса. Вы сразу же заявили о том, что именно Грузия начала эту войну. Но затем российские войска стали продвигаться дальше на территорию Грузии. Российские самолеты бомбили горе, и появилось большое количество беженцев. И во многом казалось, что это была не попытка защитить Южную Осетию, а попытка некого реванша. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом. Вы знаете, меня ваш вопрос не удивляет. Меня удивляет другое. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе. Удивительно. Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Ведь абсолютно я не верю, что здесь, в этом зале, есть люди, которые не знают реалии. Во всяком случае, вот в этом зале. Все прекрасно понимают и знают, как события разворачивались в действительности. Второе полное дня это все началось, с 7-го числа. И только 9-го в ночь, с 9-го на 10-е, подошли наши войска к Цхинвальду. И знаете, я же был в Пекине, вот смотрел мировые электронные средства массовой информации. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете, вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это замечательная работа. Но результат плохой. И он всегда будет таким. Потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает. На самом же деле, по словам Владимира Путина, агрессия Грузии против Южной Осетии готовилась очень давно. Под информационным прикрытием западных средств массовой информации, постоянно заявлявших об имперских настроениях в соседней России, грузинская армия усиленно вооружалась. Наши американские партнеры постоянно занимались подготовкой грузинских вооруженных сил. Вкладывали туда немалые деньги. Послали туда огромное количество инструкторов, которые отмобилизовывали армию грузинскую. И вместо того, чтобы заниматься поиском, достаточно сложным поиском, решения в межэтнических противоречиях, в межэтническом конфликте, на мой взгляд, просто одну из сторон этого конфликта, грузинскую сторону, подтолкнули к этим агрессивным действиям. Вот что произошло. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что? Нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову. Вы что хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе в России? По словам Путина, в последние годы ситуацию на Российском Северном Кавказе усиленно расшатывали извне, зачастую при помощи работающих в нашей стране неправительственных организаций. Мы зафиксировали даже создание неправительственных организаций в некоторых республиках Северного Кавказа, которые под предлогом незащиты Южной Осетии начали ставить вопрос об отделении от России. Значит, мы защитили Южную Осетию плохо. Не защитили бы, мы получили бы второй удар. Уже по раскачке Северного Кавказа, Россия. Но наглости просто нет предела. Теперь почему мы действовали так, а не иначе? Да потому что инфраструктура, которая использовалась для нападения на Цхинвали, на наших миротворцев и на Южную Осетию в целом, инфраструктура выходила далеко за рамки самого Цхинвали. Пункты управления, радиолокационные станции, склады с вооружениями. А что вы хотели? Чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? Потом я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию, мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Конечно, и этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует. Если есть пункты управления за территорией, за зоной конфликта, значит, удары должны быть нанесены туда. А как же? Этого требует военная наука. При этом, по словам Путина, у России нет и не было никакого желания покушаться на суверенитет бывших республик Советского Союза. В то время как США и их европейские партнеры подчас международное право или игнорировали, или использовали в свою пользу, думая, прежде всего, о собственных геополитических интересах. Как это было в случае с признанием независимости Косово вводом войск в Афганистан или началом войны в Ираке. А 12-year-old girl. Она спустит на ночь в своем доме. Она была able to flee to Russia, flee to the north, catch a flight home from Moscow. With us now, Amanda Kokoeva и ее aunt, Лора, live with us from our San Francisco bureau. It's great to see you. Welcome home. Thank you. I cannot even imagine sitting in a cafe and bombs start falling. I mean, I've been to wars where that happens, but when you were there, there wasn't really a war happening. It started when you were there. Describe for us what that was like. It was really scary. I didn't know what was happening. We were just sitting normally, and everybody from outside started running in, and it was just so scary. Where did you go? What did you do? We called my uncle on the restaurant house phone because our cell phones weren't working. And so we called him, and he came to pick us up and drove us to his house. We ended up spending the night in the basement. Were there bombs falling all the while? I didn't see any. But before I say anything else, I just want to say that I was running from Georgian troops bombing our city, not Russian troops. I want to say thank you to the Russian troops that were helping us out. Where is your family now, and how are they? Some of them are, some of my cousins' aunts and uncles are in North Ossetia right now, and they are safe. But my grandma and some of my aunts and uncles are still back there, and I don't know. We don't have any contact with them. I don't know if they're alive or anything. Well, I know your aunt is with you. This, I cannot even imagine. I mean, seeing a 12-year-old go through all of this, it must have been horrifying. Yeah, it was horrifying for all of us. And the main thing I wanted to say on television, I want you to know to whom to blame on this conflict. That's Mr. Saakashvili who started this war, and Mr. Saakashvili who is aggressor, and who, in two days, my people, Ossetian people, were killed and were underbombed, and 2,000 people were killed in one day. And that's what I'm against. I would never cut you off. Unfortunately, a commercial break will take us there in four seconds, whether we'd like it or not. I'll bring you back after the commercial. You don't want to hear that. I'll be right back with you. Stay by. Back with us from San Francisco. This program ends in less than a minute, but I want to give you 30 seconds to complete your thought. So go ahead. Yes, my house is burned in South Ossetia where I lived. And we can blame only one person and Georgian government. I'm not blaming Georgian people. I'm blaming Georgian government, and he has to resign. Well, that's certainly what the Russians want. If I had more time, you would get it. But I have but five seconds. Thank you. Georgia is under attack from its neighbor, Russia. Russia has been putting us under artillery barrage and just moving its armored vehicles into Georgia. But basically started to move them yesterday. That's why the whole thing in first place erupted. And the whole day today, they've been bombing Georgia from numerous warplanes and specifically targeting civilian population. And we have scores of wounded and dead among civilian population all around the country. Not so much in the conflict area, but all around the country, I have to stress it. And these are exclusively civilians. To put it plainly, sir, is your tiny country at war now with Russia? Well, my country is in self-defense against Russian aggression. Russian troops invaded Georgia. Russian troops are fighting against Georgian self-defense troops. And Russia is bombing Georgia. Now, this is the worst nightmare one can encounter. Russian troops are fighting against Russia.